Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Советник Юрмальской Думы Роман Межецкий у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день, друзья. Добрый день. Да, начнем, конечно, с такого актуального вопроса. Актуального не только для Риги, Юрма, вообще для всей Латвии, но, наверное, для больших городов. Особенно мы уже неоднократно эту тему поднимали. Речь идет о новой системе кадастровой стоимости. И Юрмальская Дума была одним из первых самоправлений, которое высказало свое категорическое «нет» вот этой новой системе, которую Минюст представил некоторое время тому назад. Господин Межецкий, может быть, несколько слов об этом, почему Юрмальская Дума так негативно это все восприняла. Я так понимаю, что и работники Думы уже какие-то расчеты провели, чтобы понять, какой же будет налог для населения на недвижимость. Ну, этот случай, конечно, для Юрмальской Думы немножко необычный, потому что Юрмальская Дума так обычно размеренно воспринимает события в стране. Спокойно, да? Спокойно и размеренно. Но это исключение, потому что по подсчетам для владельцев частных владений домов или квартир получится 2-3 раза увеличение кадастровой стоимости, а для бизнеса это в среднем 4 раза. Ужас. То есть это значит, что многие люди, которые в первую очередь пенсионеры и многодетные семьи, они просто не смогут платить этот налог. И поэтому такая острая реакция. И если я сегодня где-то слышал отличную фразу, что вообще это само решение, это можно сравнить с таким, если мы так визуально посмотрим, то кто-то поджигает дом и в следующий миг бросается этот же дом спасать. И кричит, что вот я спас от пожара, да? Да, я буду спасать. Ужас, что творится, и я буду это спасать. Вот это я бы хотел сравнить с этим, как бы вообще появлением этого решения. И что я хочу еще добавить, что, конечно, Юрмальская, не то что Юрмальская дума, а весь город Юрмала очень надеется на такой здравый смысл, но если ситуация не улучшится, то, наверное, будут какие-то дальнейшие действия с нашей стороны. Да, вот, может быть, мы потом еще к этой теме вернемся с точки зрения вот этого нового кадастра, но я помню, если я не прав, вы меня поправьте, что у вас был богатый и политический опыт, вы были депутатом Юрмальской думы, вице-мэром даже, и мне кажется, что вот когда в свое время вы были как раз вице-мэром Юрмала, уже один кадастр, если так можно сказать, новый вступил в силу, и тогда, когда вы пришли к власти в Юрмале, действительно жители были, ну, мягко говоря, встревожены вот этим новым кадастром и возможностью роста вот налога на недвижимость, и тогда Юрмальская дума приняла целый ряд решений. Вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, это было 7 лет назад, это были времена, если то, что вы говорили про кадастровую стоимость, вообще это была очень похожая ситуация, потому что тогда недавно поменялась кадастровая стоимость, поменялась, и многие жители города просто не могли платить. Это просто уже... Было на грани, да. Даже не на грани, да, это уже многие просто уже начали искать покупателей на свое единственное жилье, в котором прожили не только они, а их родители, прадеды и так далее. И просто надо было это решать, и тогда мы долго думали, как вообще это, ну, принять это решение, потому что, ну, до этого никаких прецедентов, таких в Латвии не было. И мы советовались с очень многими людьми, и в САЭМе, и в правительстве, и с экспертами и так далее, потому что надо было решить проблему, но просто не было, никто не знал, как это можно сделать. И тогда просто в одном разговоре кто-то высказал такую мысль, что где-то в Скандинавии есть очень дальние поселки около моря, где кадастровую стоимость платят те жильцы, которые там жили, их прадеды там сто и больше лет, они платят такую, как платили и их родители, и эти прадеды, а вот тот, который, например, там, топ-менеджер Статойла, который покупает дом рядом, он платит уже совсем другую стоимость. Что в принципе справедливо, наверное. Что в принципе справедливо, и надо понять, что эта ситуация родилась как раз из-за этого, потому что в Юрмале же очень много дорогих владений, и кадастровая стоимость поднимается для всех соседей, которые там жили независимо, какое время. И мы думали, ну как, ну где же эта грань? Как же, как определить? И через это пришло мнение сначала, так давайте сделаем для всех, сделаем для всех скидку. И тогда сначала думали 50%, но решили 70%. То есть все юрмальчане получали скидку 70%. И через несколько лет на следующие выборы, когда мы шли, мы тоже говорили, что надо поднимать, надо еще улучшать жизнь горожан. И сейчас все жители, каждый житель Юрмалы платит 10% от кадастровой стоимости. То есть самоуправление дает скидку 90%. И я думаю, что это как раз то, чем должны заниматься политики для своего города, для своих горожан. А в Риге это можно сделать? Я почему спрашиваю? Потому что очень часто проводят параллели и говорят, я извиняюсь, что перебираю, так что говорят, ну вот Юрмала сделала, ну Юрмала маленькая, потом Юрмала сделала бесплатный общественный транспорт. Говорят, ну Юрмала маленькая, ну как можно с Ригой сравнивать? Вот все-таки, что ваш опыт говорит? Ну я скажу так, конечно, сравнения не всегда уместны, потому что, конечно, в Риге есть какие-то вещи, которые намного труднее сделать. И если сравнивать Ригу, Ригу можно сравнивать с другими городами, с столицами, да, и я думаю, что в Риге как раз не проигрывает в этом. В Риге очень много сделано тоже для горожан. Но в Юрмале, когда мы тогда начали эти большие перемены, там же тоже тогда ситуация была другая. Там же не было ни вот этих скидок, не было бесплатного транспорта. Пособия на ребенка тоже были, как во всей Латвии. И мы тогда... Ну я вообще хочу сказать так, вот эти решения, всегда есть такой аргумент, откуда же деньги? А деньги оттуда, что важны приоритеты. Например, в Юрмале получают за каждого ребенка, горожане получают 500 евро. Пенсионеры, пенсионеры получают, каждый пенсионер Юрмалы, каждый пенсионер Юрмалы получает 100 евро в год от самоуправления для покупки лекарств или для медицинских услуг. И может кто-то скажет, а откуда деньги? А деньги от бюджета. Но это вопрос приоритетов. Потому что, например, для одной такой очень важной вещи, где выигрывает не один человек, а десятки, сотни, тысячи, это можно сравнить, например, ну не знаю, маленькую улочку асфальтировать. Что тоже, наверное, важно. Но в одном случае выигрывает 10 тысяч человек, в другом все-таки меньше. То есть вот в этом весь вопрос я считаю. Что ответ на ваш вопрос, да, но, конечно, есть вещи, которые в Риге сделать труднее. Но, например, те же самые 100 евро пенсионерам, да, я думаю, что они бы очень нужны были бы. И лекарства, да? Да, для пенсионеров Риги. Вот, наверное, часто спрашивают вас тоже, и когда вы были депутат Юрмальской думы, и когда вы были депутатом СИИМа, я помню, и, естественно, как сейчас, как советник Юрмальской думы, наверное, такая, с одной стороны, это модная тема, кто-то даже назовет популистская, но, с другой стороны, наверное, это логично, особенно во время пандемии, что, может быть, часть средств можно было изыскать за счет уменьшения административных расходов, как сейчас модно говорит. Ну, то есть, условно говоря, чтобы чиновников было меньше. Да. Вот как вы к этому относитесь? Ну, это, наверное, не знаю, этот разговор может продлиться два часа, три, может, мы когда-то еще встретимся на эту тему, да, ну, я считаю, что от качества тех, которые управляют и страной, и городом, да, зависит жизнь каждого. Вот то, что я повторюсь, вот эти семь лет назад не было ничего, не было ни бесплатных проездов для всех, не было ни 100 евро для пенсионеров, не было пособий для родителей, ни пособий 500, ни общественного транспорта, ни общественного транспорта, ни, там, бесплатные обеды в школах и в детских садах тоже для всех. Ничего этого не было. То есть, поменялись люди, да, и мы это сделали, да. То же самое, что, я думаю, что вы сами знаете в каждом, в каждом, в каждом городе. Я, кстати, был вообще, это было очень давно, я был, мне кажется, даже самым молодым депутатом Рижской думы, где-то, наверное, лет уже 20 назад, да, я вам скажу, 94-й, 97-й, Я вам скажу, ничего того, что сейчас в Риге, тогда не было. Ничего, ничего из этого. Вот сейчас тоже бесплатные, для пенсионеров, то есть, для школьников, ничего этого не было. То есть, очень многие люди сейчас просто, они привыкли к этому, им кажется, что это было всегда, но нет. Этого не было. Это поменялось через, ну, какое-то время после одних выборов, да, то есть, просто надо, надо это чётко понимать, и вот этим люди могут влиять не на жизнь политиков, или как-то так, абстрактно на жизнь города, они могут повлиять на свою жизнь, и, конечно, жизнь своих близких, да, то есть, вот это пример, я думаю, что не только Иду, мы можем продолжить ещё несколько городов назвать, где, 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 в зависимости от того, кто был мэром, да, как жизнь поменялась. Вот, есть ещё такая, время от времени это возникает, ну, региональная реформа уже фактически завершена, ну, ещё будут какие-то там законодательные, подзаконные акты, вот, были же разговоры о том, не присоединить ли Юру Малукриги, но ведь жизнь показала, что, в принципе, вот это такое укропнение, наверное, не совсем важное, Рига должна решать свои проблемы, Юрмала свои проблемы, как вот вы это осуществите? Я скажу, попробуйте. Попробуйте, да? Попробуйте. Что скажут юрмальчане, да? Юрмальчане не такие безобидные, как многим кажется, да, так что, я думаю, что это утопия, да, и я думаю, что тот, который будет об этом много говорить, да, он об этом пожалеет. Конечно, Юрмала должна жить своей жизнью, и Рига должна жить своей жизнью, да, я думаю, в этом как раз, в этом прекрасность этой ситуации, то есть, рижане с радостью приезжают в Юрмалу, а юрмальчане направляются в Ригу. Да, вот говоря об общественном транспорте, действительно, вот мы знали до сих пор, что был бесплатный общественный транспорт в Таллине, и вот в Латвии, вот Юрмала, я других пока городов не знаю, где каждый житель Юрмала, я так понимаю, кто задекларирован в Юрмале, неважно, от его толщины кошелька значения не имеет, да? Нет, мы вообще, вот все эти реформы, которые принимались, мы принимали вне зависимости от национальности, вероисповедания, языка, языка и кошелька, потому что вот эта система, которая во многих случаях работает, где надо долго доказывать, что ты имеешь право на что-то, писать декларации, письма, я скажу, унижаться, да? Вот мы обошлись без этого. То есть, и еще... Это к лекарствам тоже относится? Да, это каждый, каждый, каждый юрмачанин, это его выбор, если ему это не нужно, он не будет направлять эти чеки, да? Но тот, которому это нужно, он это делает. Я скажу самое парадоксальное, что в Юрмале, вот когда мы ввели эти льготы на налог, город не проиграл, а город выиграл. Потому что очень многие юрмачане, которые были, ну, может, у него квартира и дом, да? И они не были декларированы, в городе. Они жили, к примеру, в Риге были. Ну, примерно в Риге или где-то в другом месте, там даже лепачане, да, были, да? Но когда мы приняли это решение, то, конечно, они сразу оценили новую возможность и задекларировались. И что случилось? В конце концов, выиграли люди, эти вот огромные льготы, 70 сначала, сейчас уже 90% люди получают на это, да? И город выиграл от этого где-то 2-3 миллиона в год. То, что люди задекларировались, их подоходы налог, так, чтобы наши радиосужители понимали. То есть, видите, это такая вин-вин ситуация, да, где просто все выиграли. То есть, я думаю, чем больше было бы таких подходов, тем бы в нашей стране жизнь была легче и... Вот этот вопрос, который, наверное, задается, я думаю, что и в Юме, и в Риге, ну, сейчас это, мы понимаем, что в Риге это особенно актуально задавать такие вопросы. Вот, что касается дорог, да, вот нужен ли, я помню в свое время еще, когда был министр сообщений Швессерс, он пробил это, правда, потом уже те, кто пришли после него, уничтожили, дорожный фонд, и где действительно выделялись не только вот на эти государственные дороги, но и на региональные, и на городские, потому что мы понимаем, что вот в Риге, ну, есть проблемы, так мягко говоря, все, кто бывает в Риге, вы тоже, наверное, бываете, да, что есть проблема в городе. Как, на ваш взгляд, это было бы правильно решить, что все-таки действительно мы эти дороги, мосты не запускали? Ну, я думаю, что как раз вот эта идея, про которую вы сейчас говорили, да, это, если она бы тогда получилась в полном объеме, да, то я думаю, мы бы ездили и на таких дорогах, ну, по крайней мере, не хуже, чем в Польше. Ну, я думаю, что вот, Айнар Шлестерс, про которого вы говорили, недооценен, и многие его заслуги, которых он добился тогда, потому что все-таки эти и полеты, да, и то же самое, и паромы, которые огромное противодействие против этого было, такое международное лобби был, да, он все-таки мог проломить эту ситуацию, да, добиться, и от этого выиграли очень многие, 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 да, то есть я думаю, что вот как раз этот подход, да, как раз он правильный, и если человек платит, покупает бензин, который не такой дешевый, да, то есть если он знает, что вот эти средства идут на улучшение тех же самых дорог, да, то он совсем другим отношением тоже бы к этому относился, да, ну, не как сейчас, потому что очень многие, конечно, нужны средства для всех, но когда как бы все, каждое министерство может потом делить эти средства, да, то потом получается, что никто от этого не выиграл. Да, вот очень интересно, вот вы когда начали вспоминать вот то, что было сделано семь лет тому назад в Юрмале, вы, наверное, не упомянули, может быть, сейчас как раз расскажете одну вещь, если я, может быть, память не изменяет, мне кажется, что вот тогда в Юрмальской думе, как и сейчас, кстати говоря, ну, тогда, наверное, такого яркого противостояния правящей коалиции и оппозиции не было. Да, да, но я скажу, понимаете, как пришли к этому, это мы говорим о ситуации, которая была семь лет назад. Да, тогда было в Юрмале и 15 депутатов, да, если я не ошибаюсь? 15, да, это как и сейчас 15, как в больших городах 15 депутатов, но перед этим, вот не семь лет назад, а девять, десять лет, как раз ситуация в Юрмале была, ну, я не знаю, слово лучше найти какое, да? Хаос был, да? Ну, полный хаос и как раз... Мы меняли каждый там три месяца. И почему этот хаос был? Он как раз был поэтому, что была огромнейшая раздробленность, огромнейшая, там было 15 депутатов, не знаю, 10-11 списков. Ужас. Да, и каждый хотел быть восьмым, каждый хотел быть с золотым голосом. Ну, из 15, да. Из 15, да, и это просто привело, ну, во-первых, к хаосу, и я бы сказал, еще к многим не совсем хорошим вещам. И вот, когда мы шли тогда на выборы, и когда выиграли выборы, как раз один из таких установок был за новую Юрмалу, без вот этого, вот таких, и этого добились, и я скажу, это, я думаю, один из уникальных случаев, я как раз сам этим занимался, говорил с каждым депутатом, что вот когда мы сделали новую власть в Юрмале, когда начались эти перемены, да, там просто не было оппозиции. То есть, все работали, все работали, да, и никто не занимался, да, ну, не знаю, там, красными линиями или чем-то другим, да, то есть, время ушло на работу, а не на какое-то противодействие друг другу, да. Я думаю, что в этом очень, вообще, это залог успеха не только городов, но и стран. Да, я думаю, что то, что вот, что, вот я скажу просто один пример, который, ну, я не могу это не сказать, сразу же мы начали про это говорить, возьмем, не надо смотреть в Сингапур, не надо смотреть, не знаю, Венгрию или Уругвай, возьмем в соседнюю Эстонию, где нет такого понятия политического красной линии, да, где, где в руководстве страны сейчас партия центра, ну, вы сами подумайте, это на какую партию она похожа в Латвии, То есть, это похожее на согласие, ну, понятно, да. То есть, это я сказал, да. То есть, там ситуация, в чем-то, страна похожая, да, но в политике совсем очень такие различия, и, и, и вот сейчас подскажите, ну, какая страна живет лучше? Я думаю, что этот ответ всем известен, и одна из причин, и они сами считают, что одна из причин, как раз поэтому, что у них есть все-таки, конечно, есть какие-то разногласия, но общие цели одинаковы, да, и нет этих красных линий, где почти, там, не знаю, третья часть, или почти половина политических, и не только политиков, но, понимаете, это же избиратели, когда каждый избиратель считает и видит, что вот тот, за кого он голосует, если он лучше, если он лучший специалист, он более профессиональный, может стать у руля государства, то он по-другому относится и к стране, и к принятым решениям, да, то есть я думаю, что, но я скажу так, я считаю, что в будущем изменится, я просто уверен в этом, многие, может, думают, что нет, это уже бесполезно, и так далее, но я все-таки, потому что сейчас очень большие изменения, уже такие базовые изменения, например, молодые люди уже начинают голосовать, я очень обширно говорил с ведущими социологами Латвии, потому это не мои какие-то предположения, это факты. Это говорят специалисты. Да, это говорят специалисты, и очень, идут такие базовые изменения, молодые люди уже начинают голосовать по-другому, как их родители, или бабушки, или дедушки, да. Вот интересно, вы упомянули вот этой красной линии присловутой, И мы видим сейчас, если мы посмотрим на избирательный процесс в Риге, опять-таки те или иные партии начинают говорить, еще до выборов, кстати, интересно, еще избиратель, главный судья, свое слово не сказал, они уже говорят, так, ну вот с этим мы работать не будем, вот с этими, ну вот нам тоже их лица как-то не нравятся, еще что-то там не нравится, ведь это мы даже говорим не о выборах в парламент, а мы говорим о самоуправлении, которое будет решать вопрос, обычные вопросы, извините, водопровода, канализации, дорог, домов, у нас мы знаем, даже в Риге, если мы берем, какой уже в принципе жилой фонд, да, 80% домов. И какая разница, кто в нем живет, я скажу, разве человек по-другому это чувствует, эту ситуацию? То есть, в принципе, вы сами негативно относитесь к этим красным линиям? Нет, я не то, что негативно, но я уверен, что и в Латвии эта ситуация изменится, и она изменится. То есть, не будет красных линий когда-то? Да, почему я об этом, потому что уже сейчас появляются политики, которые не боятся об этом говорить. И я думаю, уже через два года, вот увидите, вот увидите, какие партии или какие политики войдут в парламент, да, и какие будут отношения к этим красным линиям. Но если говорить о красных линиях в самоуправлении, ну, конечно, это смешно. Если еще в больших городах, это как-то можно понять, да, но подумайте, ну, не знаю, в маленьких властях, да. Ну, какие красные линии. Да, какие красные линии. Там, может быть, соседи оба попали в Думу, да, и сейчас они смотрят друг на друга, да, ты из какой, из такой партии, да. Но что же все-таки важно, что, почему это? Это потому, что если это немножко тоже от, идет две причины. Во-первых, это некоторая слабость политиков, которые, потому что легче не конкурировать, да, а вот сделать эти линии, отсечь, не знаю, третью часть избирателей и третью часть политиков, да, и тогда уже делить власть вот на не знаю то, что осталось. Это во-первых. А во-вторых, я негативно отношусь к этому. И я думаю, ну, если про столицу говорить, то я скажу, что есть какие-то такие ситуации, которые еще хуже вот этих политических красных линий. Это продолжение этого процесса, что, например, сейчас администраторы работают, да, и в Риге. И что, я скажу так, это немыслимо. Если два года назад кто-то бы спросил, ну, я сам был заместителем председателя Думы, и мы же разговаривали, Юрмальская когда-то, мы разговаривали всегда с другими мэрами, вице-мэрами, да. Если кто-то бы сказал, что придет время, где будет распускаться Думы и сниматься мэры, это никогда, и в столице, и не в столице, тем более в столице, это невозможно. Такого никогда не было. Это, в принципе, даже наше законодательство не предусматривает этого. То есть то, что если такие случаи появились, да, то это вообще что-то, ну, немыслимое на самом деле. То есть, конечно, ситуация меняется, но в худшую сторону. Но надо понять, почему это. Вот насчет администрации, и хорошо, что, может, жители Риги, может, не все знают, да, но в политических кругах очень серьезно обсуждалось, и еще сейчас обсуждается версия, что у некоторых политических сил была даже идея сорвать эти выборы, те, которые вот буквально... Которые 29 августа. Да, 29 августа сорвать эти выборы. И почему? Потому что сейчас власть в городе, на самом деле, ну, если избрали депутатов, то в любом случае, ну, там, или две, или три, или четыре, или пять партий, которые руководят городом. Да. Но сейчас ситуация вообще в одних руках, власть в одних руках. Это же уникальная ситуация. Да, уникальная. То есть, это власть в руках тех, у кого администратор в полумиллионном городе, да. И как в кулуарах говорят, что есть силы, которые думают, если мы таким образом проруководим городом год, до следующих очередных выборов, и до следующих... Муниципальных, в июне, да. То есть, мы тогда не только мышцы нарастим, но мы уже будем броня, мы будем как танк, да. И то есть, и вот эта версия, что вот, например, то, что мы все следили за необычными мероприятиями на улице Тайрбатес, да. Это было интересно, очень яблоко. Да, очень интересно, потому что, ну, как бы, кто-то же дает разрешение, кто-то прогнозирует. Мы каждый день следили за время пандемии, там, так, что там будет, там, сколько заболело, все там следили за собой, за другими, да. А вдруг открытое мероприятие, пожалуйста, приходите. Столкайтесь сколько хотите. И это же идеальное место, идеальное место, чтобы передать друг другу то, что можно передать. То, что передать. И вот, и как раз это одна из, как бы... Ну, юмор, это было бы невозможно. Да, но это одна из причин, которая как раз говорит о том, что может быть, может быть, конечно, это только предположение, что как раз вот таким образом, там, с резким ростом заболевших, вот это была бы причина, да, чтобы сказать, ну, ребята, ну, видите, ну, такая ситуация, ну, не можем мы делать эти выборы. Да, и потому что потом уже, если сейчас отменить, да, выборы невозможны, да, то есть уже тогда год. Вот, и тогда вот этот сценарий для кого-то план Б, когда администраторы рулят городом, дальше целый год. Ну, я, как мы видим, эта ситуация пока не доходит до этого, да, и я думаю, что выборы будут, и режимы сделают свой выбор. Ну, вот интересно, так же завершая эту тему, вот такую, интересно, вот вы упоминали свое общение с социологами, наверное, время от времени это нужно делать всем, кто таким или иным образом в управлении или в политическом процессе участвует, что вот последние опросы, ну, по-моему, СКДС их делала, больше 26% вот, ну, режим, я так понимаю, респондентов опрошенных вообще не определились. Притом, по одной версии, они пойдут на выборы, но пока еще не определились, по другой, они настолько растеряны, может быть, от этих красных линий, от той информации, дезинформации, такой лавины, которая на них вот это все навалилась, пандемия там и так далее, как вы думаете, это от этого, это такая растерянность людей? Ну, я думаю, что там причин несколько, и, наверное, мы все причины не успеем обсудить, но я думаю, что это такой пазл из некоторых причин. Во-первых, конечно, действует пандемия, но там есть тоже такие нюансы, что всем кажется, что, может, как раз пожилые люди больше боятся вот сейчас выборов, да, но вот то, что говорят социологи, и что поразительно, что как раз люди постарше, они говорят, нет, 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 нет. Надо идти, да? Надо идти, надо идти, потому что это для нас важно, потому что то, что в Риге сейчас все-таки есть, эти льготы, эти поездки и так далее, это очень важно для нас, и если мы не придем, да, то есть возможность это потерять. Вот такие факторы, они действуют, нравится или не нравится для кого-то, а это одно. А другое, что, конечно, вот то, что я говорил, что эти базовые большие перемены, которые сейчас, они, конечно, ну, многие люди, ну, я скажу так, немножко застыли. Они не решили еще, как поступить, но я вообще, замерли, да, то есть я вообще согласен с вами, да, что есть такой риск, да, но, конечно, я думаю, что лучше все-таки решиться, да, потому что тот, который не идет на выборы, то есть он отдает свой голос. Он делегирует, да, фактически, да. Фактически, он думает, что он просто не придет и никаким образом не подействует на свою жизнь, а на самом деле, наоборот, он отдает свой голос тому, кто может, да, и с кем он может совершенно не согласиться. А, вот это интересно. Вы упомянули, действительно, людей старшего поколения, наших уважаемых сеньоров. Вот я помню, что когда вы были депутатом прошлого сейма, да, как время быстро бежит, 12-го сейма, у вас была очень важная инициатива, но, к сожалению, не успели ее реализовать. Это, что касается поддержки одиноких пенсионеров, ну, это зачастую им даже некому помочь, у них единственная надежда, скажем так, на какую-то государственную поддержку. Может быть, несколько слов об этой инициативе, которую, я так понимаю, что вы полны решимости рано или поздно все-таки реализовать? Ну, я вообще в этой своей политической деятельности, я скажу так, это был не то, что один, но это главный был приоритет, потому что как раз пенсионеры, и это самая малозащищенная группа людей, и поэтому о них надо заботиться. И это относится и к решениям самоуправлений, и государства, и вот этот пример Юрмалы, когда я уже, когда меня, будучи вице-мэром, потом избрали в САИМ, я это, вот то решение Юрмальской думы, это самое последнее почти, да, которое как раз вот эти 100 евро в год для каждого пенсионера, это я уже не был депутатом думы, да, но я общался со своими коллегами, да, и как бы подал им идею, что надо попробовать вот таким образом помочь людям, да, и они это очень быстро и эффективно реализовали, и все просто, ну, были в восторге от этого принятого решения. То есть это сделано, и у меня само очень такое, ну, хорошее чувство после этого, и, в принципе, для этого я считаю, что политики для этого должны работать, потому что это огромная, ну, радость, когда ты можешь помочь даже не одному человеку, но многим людям, и это как бы тебя самого двигает вперед. А то, что мы только что говорили, да, это была инициатива, ну, еще недавно это было, это было в Сайме, где я подал законопроект о том, чтобы одинокие пенсионеры получали, получали тоже от государства пособие каждый год, и я скажу, что это не просто какая-то идея фикс, да, или какая-то утопия, потому что вот как раз такое пособие получают наши северные соседи, в Эстонии одинокие пенсионеры получают, ну, примерно у них 127 евро в год. И это, если посчитать... Дополнительное как бы, да? Да, каждый одинокий пенсионер, то есть там может это получить, и если посмотреть по цифрам, да, то, ну, это не такие большие деньги. То есть, и самое главное, что интересно, когда я как раз подал этот законопроект, то сначала, конечно, все удивились, почему мы когда-то вообще до этого не додумались. Потому что одно дело пенсионеры вообще, а другое дело одинокие пенсионеры, потому что как раз под уровнем бедности очень много как раз одиноких пенсионеров. И тогда это решение вообще в первом чтении даже приняли, но там была ситуация, что потом были тоже выборы, и вот как раз после выборов об этом забыли. Сказали, ну, все-таки другие там приоритеты и так далее. И я думаю, что как у нас те, которые, ну, сейчас собираются люди на этих выборов или на следующее их самоуправление, всегда надо все-таки смотреть не за простыми обещаниями то, что обещают политики, но за то, надо смотреть на то, что они сделали до этого. То есть тот, кто говорит, вот мы как белый лист сейчас полетим, да, и принесем вам счастье, да, они очень часто в жизни до этого ничего не сделали, и то есть эти могут быть просто пустые обещания. И поэтому уже смотреть на тех политиков и на те партии, которые все-таки что-то конкретное сделали для улучшения жизни детей, детей и пенсионеров, и многодетных семей, и предпринимателей, и так далее, и так далее. Но то, что я, вот то, что мы упомянули, вот это, я все-таки уверен, я очень постараюсь в своей жизни все-таки вот этот закон... Об одиноких пенсионерах все-таки притворить в жизни. Может быть, такой последний вопрос я вам задам, поскольку действительно у вас такой богатейший опыт, так вот время действительно бежит, вы сказали, что вы пришли в политику впервые, ну действительно где-то в середине 90-х, да, вот когда вы были избраны в Рижскую думу. Вот как так могло получиться, на ваш взгляд? Я понимаю, что это, наверное, ответ требует большего времени, но все-таки, что вот сейчас один за другим в прошлом месяце было решение Конституционного суда, что вот это пособие социальное вообще унижает человеческое достоинство на противоречии с атмосферами, второе пособие, третье пособие и так далее. Но ведь политики, неважно, от какой они партии, но должны понимать, что не может человек выжить на 64 евро, и на 56 до этого было. Но это же издевательство. Ну я думаю, что вы хорошо сказали. Да. Например, что это больше такой, не знаю, философский вопрос или какой? Да, но это совершенно не философский вопрос, потому что политики должны это понимать. Но видите, ну вот послушайте иногда риторику, например, там некоторых министров, да, ну и какие слова там звучат. Есть такое, очень часто звучит такое слово «человеческий ресурс». О! «Человеческий ресурс». Нам нужен человеческий ресурс, мы там как-то будем работать. Понимаете, то есть это… Ресурс, да. Это говорит об отношении. То есть если думать о людях как к ресурсу, да, тогда, может быть, как раз вот и не замечаешь, сколько нужно для проживания, как можно вообще прожить на эти мизерные пенсии, да, и так далее, и так далее. И поэтому как раз и самоуправление, и государство должно помогать людям. И вот как раз это мы тогда делали в Юрмале, потому что если посчитать, сколько вы… Вот одна, возьмем не просто вот обзор как-то, вот жители-жители или… Или… С потолка, да. Да, с потолка, или жители, или вот как кто-то, министры говорят, ресурс. Нет. Каждая семья в своем кошельке, в своем бюджете семейном чувствует это. То есть дети бесплатные обеды. Если несколько детей, еще посчитаем. Если прирост семьи, то есть он получает там 500 евро, еще. Дальше. Пенсионер. Бабушка, что? Бабушка, во-первых, ездит бесплатно. Сколько, если посчитать, да. Во-вторых, она видит город, кстати. Потому что, например, есть какие-то места в Юрмале, да, где вообще годами люди не могли выйти. Те же самые Кемери, да, которые, они вообще не выезжали. У них не было денег, чтобы выйти из своего и выехать. А сейчас каждый может. Но это то же самое же относится к Риге, что каждый из наших родителей знает, что, ну, это же меняет их жизнь, когда. Когда они могут выйти, да. Конечно, и это не было всегда. Вот в чем, что интересно, я очень надеюсь, очень надеюсь, да, что это время не придет. Хотя, я бы сказал, что, ну, все мы понимаем, что то, что сейчас вот эта ситуация, одному она нравится, одному она меньше нравится, но это все только до 29-го. Только до 29-го. И как бы не было так, что 30-го люди проснутся, и их жизнь начнет меняться. Да? Только вопрос в какую сторону. Это хороший вопрос. Роман Межецкий у нас был сегодня в прямом эфире, советник Юрмальской думы. Большое спасибо.